Артур, ты был здесь на бое в Хьюрингану, но сейчас ты здесь как боец и будешь драться. Ты нервничаешь? Да нет. Артур, я хочу тебе задать серьезный вопрос. Ты устрашающий боксер, а это очень жесткий бизнес. Тебе когда-нибудь было жалко своего соперника? Знаешь, после боя я могу сказать что-то хорошее, но не до боя. Когда Дмитрия Бивова попросили дать прогноз на этот бой, он не стал этого делать, как и ты. Почему вы оба не хотите давать прогноз на этот бой? Я никогда этого не делал и продолжаю не делать. Я не прогнозист, а боксер. Ты знаешь Дмитрия много лет. Возможно, ты не знал его, когда он был совсем юным, но он всегда был рядом. Считаешь ли ты его чем-то меньшим, чем ты? Нет, я не считаю, что он больше или меньше меня. Мы все увидим в субботу. Насколько ты будешь счастлив, если станешь неоспоримым чемпионом мира в полутяжелом весе? Я очень счастлив, что у меня есть такая возможность и должен быть готов. В любительской карьере ты был тяжеловесом, а в профессионалах стал полутяжеловесом. Сложно ли тебе делать 79 килограммов? Это было давно, когда я дрался в 90 килограммах. Я никогда столько не весил. Всегда было где-то 84 или 85 килограммов, но не больше. Поэтому я вернулся в полутяжи. Артур, если бы ты не участвовал в этом бою, но в нем дрался такой жесткий нокаутер с 20 нокаутами в 20 боях, а против него вышел такой великолепный боксер, как Бивол, ты бы посмотрел этот бой? Конечно. А что касается, посмотрю ли этот бой после, да, я всегда смотрю свои бои, чтобы увидеть какие-то ошибки. Я всегда это делаю. Сколько боев Бивола ты посмотрел? Я всегда смотрю бои, когда мой тренер просит это сделать. Какой у тебя любимый бой Бивола? У меня нет любимых боев. Когда ты смотришь бой, чтобы увидеть какие-то ошибки или найти что-то хорошее для себя, это другое. Бивол делает много ошибок. У всех есть ошибки. Почему фанаты должны посмотреть этот бой в субботу? Я думаю, это будет хороший бой. Бой за звание неоспоримого чемпиона мира. Фанатам не стоит пропускать этот поединок. Дмитрий, когда тебя попросили сделать прогноз на бой, ты не стал его давать, как и Артур Бетербеев. Почему вы не даете прогноз на бой? Потому что только Бог знает, что произойдет. Мы можем быть готовы, мы можем верить, мы можем тяжело работать, верить в свои навыки, мечтать, но мы не можем делать прогнозы. Я не хочу врать и не могу сделать прогноз, кто победит. Но я знаю, что сделаю все, что в моих силах. Графика перед этим боем, промо и все остальное просто великолепные. Расскажи, как вы снимали промо? Если честно, мне понравился этот опыт. Мы провели три дня в Словении, чтобы снять промо. И было весело. Быть актером нелегко, но это был отличный опыт. Ты вел себя на съемках к Суперзвезду? Говорил, и ты принеси мне кофе, а ты сделай это и это? Нет, обычно я сам носил у себя кофе. Или иногда его приносили ребята. Мы говорили с твоим промоутером Эдди Хирном, и он сказал, что для победы тебе нужно забрать стартовые раунды. Ты согласен с этим? В моем представлении я должен выиграть все раунды. Я не могу расслабляться и какие-то раунды отдавать. В моей голове я выигрываю каждый раунд, потому что каждую секунду мне нужно быть начеку. Я дерусь с опасным боксером, у которого очень сильный удар. Все должны быть сфокусированы в ринге. Сколько боев Бетербиева ты посмотрел? Ты видел все бои, некоторые, сколько их было? Я посмотрел много его боев. И что можно отметить во всех боях, это его давление. То есть он начинает давить с первых раундах. Это то, что я видел в большинстве его поединков. И что ты будешь делать с этим давлением? У тебя есть представление, в такой ситуации я делаю это, в такое делаю то и так далее. Да, конечно, я думаю, что я могу сделать в той или иной ситуации. Но я могу говорить много разных вещей, а в ринге можно забыть все. Самое важное – это воплотить свой план в жизнь, а не просто его составить. Это мы увидим 12 октября. Сработает ли мой план или сработает его план. Это самая интересная часть даже для меня, как для спортсмена. Мне очень любопытно, как все будет в ринге с таким отличным соперником. И мы провели это в январь. В десяти секунде светлых наviolет, в принципе, и в четвертых в beers. Вот это вот такое, вместо того, как заходить Юган Huva так ли угар.